Всем привет! Модель High Screen Explosion слева позиционируется в качестве доступной альтернативы Samsung Galaxy S3 справа. Девайс мы уже рассмотрели, обзор уже есть. Кликайте сюда. И давайте теперь сравним производительность этих девайсов, посмотрим кто быстрее, вообще есть ли разница по скорости. Ну и по другим моментам тоже. Пока они загружаются, давайте перечислим некоторые характеристики. Начнем с лицевой стороны. Фронтальные камеры есть, 1.9 Мп и 2 Мп. Разговорные динамики, светодиоды присутствуют, датчики освещенности и расстояния. Диагональ экрана составляет у Galaxy S3 4.8 дюйма, разрешение от 1280 на 720 точек. HD Super AMOLED, он кстати уже загрузился. Панелька с пентайлом 306 ppi. Но 306 ppi здесь нечестные, потому что здесь меньше 100 пикселей и видны зазубрины. У хайскрина диагональ 4.7 дюйма, 1280 на 720 точек. Панелька IPS 312 ppi получается. Номер 2 загрузился. Внизу у Galaxy S3 2 сенсорные кнопки, меню и назад. По центру физическая клавиша, домой. У хайскрина 4 сенсорные кнопки, меню, домой, назад и поиск. Чуть ниже микрофон. У Galaxy S3 микрофон находится на нижнем торце. Ну давайте договорю о конструкции. На левом торце у хайскрина microUSB. У Galaxy S3 здесь качетка громкости. На правой стороне у Galaxy S3 кнопка питания. А у хайскрина кнопка питания, качетка громкости и клавиша камеры. На нижнем торце у Galaxy S3 микрофон microUSB. У хайскрина здесь ничего нет. На верхнем 3,5 мм. И там и там здесь дополнительный микрофон. Сзади у Galaxy S3 8 мегапиксельная камера, вспышка и громкоговоритель. У хайскрина explosion тоже 8 мегапиксельная камера. Тоже вспышка есть. Здесь же дополнительный микрофон и громкоговоритель находится внизу. Логотип хайскрин, логотип Samsung. Можно снять крышки. Давайте я это сделаю. У хайскрина крышка снимается с передней части. Вот так вот. Здесь у нас батарейка емкостью 2500 мА. У Galaxy S3 крышка снимается с верхней части. И батарейка емкостью 2100 мА. микросим, микросим, карта памяти microSD, здесь тоже карта памяти microSD. Хочу сказать про время работы. Несмотря на то, что у хайскрина емкость больше, на деле же работает дольше и намного Galaxy S3. Если смотрим под нагрузкой, то время работы отличается примерно в два раза в пользу корейского устройства. Однако при повседневном использовании под нагрузкой, с интернетом, с играми, пользователи могут рассчитывать на день работы в обоих случаях. Итак, мы рассмотрели дизайн, теперь давайте поговорим о программном обеспечении. В настоящий момент High Screen Explosion работает на базе Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich. Обновление до 4.1 запланировано, состоится позже. У Galaxy S3 4.1.2 Jelly Bean. Интерфейс TouchWiz. Здесь интерфейс приближен к стоковому Android. Минимум сервисов, минимум нововведений от компании Wobis Computer, которая занимается продвижением марки High Screen на российском рынке. Ну и необходимо, конечно же, сказать несколько слов про материалы корпуса. И там, и там. Всюду пластик. Однако у High Screen пластик матовый. Можно сказать, soft touch. Отпечатки пальцев малозаметные, хорошо скрывается. Царапина тоже малозаметная. А у Galaxy S3 пластик глянцевый. Отпечатки пальцев сильно бросаются в глаза. Даже несмотря на то, что его цвет белый, все равно отпечатки пальцев заметны. Если бы вариант был черный, то был бы просто караул. Кроме того, пластик здесь тонкий и может трескаться. Вот у глазка две царапины, две трещины. И, конечно же, он любит царапки. Вот так вот. Крышка выглядит у Galaxy S3 после ношения в чехле. И, кстати, трещины появились здесь тоже при ношении в чехле. Это, можно сказать, брак. Многие люди жалуются на трещины возле глазка камеры. Поэтому вина не моя, вина производителя. Итак, давайте теперь поговорим про игры. И первой игрой будет Temple Run Os. Оцените разницу в цветопередаче. IPS против AMOLED. Я еще потом изменю цветопередачу у Galaxy S3 на естественную. Сейчас стоит вот так. Открываем. Сейчас стоит обычный. Убеждаемся, что максимальная графика. И там, и там. Ну и побежали. В принципе, все одинаково хорошо. Раз игрушка такая красочная, цветная, давайте теперь отключу Galaxy S3. Режим нормальных, сочных цветов, по мнению Самсунга. И поставлю естественную цветопередачу. Выбор экрана. Режим стандартный стоит. Сейчас поставлю естественную. Сохранить. И смотрим. Теперь цветопередача примерно сопоставима. Однако у Galaxy S3 экран намного ярче. И выглядит как-то более естественно. Был обзор еще. Ну, наверное, хватит. По скорости работы все одинаково. Ну, это неудивительно, потому что одинаковая железная начинка практически. Следующая игра. Nova 3. Запускаем первый уровень. Пока игрушка загружается, позволю себе перечислить характеристики. Процессор Exynos 4412 лежит в основе этих обоих смартфонов. Частота 1,4 ГГц. Четыре ядра. Графика Mali 400 MP. Один гигабайт оперативной памяти. У Explosion 8 ГБ внутренней памяти. А у Galaxy S3 в данном случае 16 ГБ. Слот microSD присутствует и там, и там. Вы это знаете. Продолжается загрузка. И вот практически тоже одновременно. Эта игрушка тоже показательна в плане цепопередачи. Она очень хорошо выявляет голубую цепопередачу. Голубые оттенки. Везде и всюду у Galaxy S3. Вот так вот сделаю, чтобы все равно не освещало. Вы видите, что у Galaxy S3 более все такое светлое, однако и более мультяшное, красочное. Максимальная графика у нас. Смотрите на все синее окружение в Galaxy S3. Третья и последняя игра Real Racing 3. Скачала что-то игра на хайскрин. Тем не менее, процесс загрузки идет, можно сказать, одновременно. Третья и последняя игра. Продолжение следует... Все идет хорошо. Теперь предлагаю взглянуть вам на результаты аппаратов в Benchmark. Результаты, что не удивительно, сравнимые. В Antutu 16049 и 15978. В принципе, на уровне погрешности разница. Далее, квадрант 6016 и 5187. Здесь у нас уже Geekbench. Так, Geekbench. 1886 у Explosion и 1738 у Galaxy S3. В тесте V-Lama HTML5 Galaxy S3 набрал 1670, а Explosion 1306. Тест V-Lama по железу 556 и 483. В Epic Citadel 41.6 FPS у Galaxy S3, а у Explosion 36.2. Далее, в Nenomark 1 60 FPS у Galaxy S3 и 65.9 у Explosion. У Galaxy S3 в Nenomark 2 58.3, а у Explosion 56.4. Вы видели, что результаты сопоставимы. Где-то лидирует Galaxy S3, где-то лидирует Explosion. Но в общем и целом, можно сказать, что они одинаковые по скорости работы в игрушках. А это значит, что все игры, которые идут на Galaxy S3, а их очень и очень много, много приложений затачиваются под этот флагманский смартфон, с успехом и хорошо пойдут на High Screen Explosion. Так что игрокам, которые не готовы отдавать много денег за Galaxy S3, стоит присмотреться к модельке от High Screen. Ну и напоследок хочу продемонстрировать вам, какой телефон громче. Запустим музыкальные плееры. И проверим. У Galaxy S3 динамик громче, но он выдает больше высоких и, можно сказать, что он писклявый. В то же время модель High Screen тише, но звук чуть-чуть басовее. Качество камеры нельзя продемонстрировать на таком вот видео, поэтому я отправляю вас к сравнительному видео между High Screen Explosion и Samsung Galaxy S3 вот по этой ссылке. А фотографии будут в текстовом обзоре. Ссылка тоже вот здесь. Спасибо за внимание. Не забывайте читать текстовый материал. Наверняка там вы найдете ответы на ваши вопросы. Надеюсь, вам понравилось это сравнение. До свидания. Подписывайтесь и оставайтесь с нами.